ПОИСК НАЧИНАЕТСЯ ВНУТРИ СЕБЯ 2 ФЕВРАЛЯ 1992 ГОДА Добрый день! Я приветствую вас от всего сердца. 3. Приятно снова быть с вами в этот прекрасный воскресный день. 4. Вам некуда пойти. Вы видели все фильмы. Вы сходили в боулинг. Вам наскучила ваша жизнь, так что вы здесь. 5. В любом случае, я рад вас видеть. 6. Не важно, чем вы занимаетесь, не важно, откуда вы. Когда вы приходите сюда, вы совершенно новые. 7. Прошлое мертво. Вчерашнего дня не существует. Здесь вы, наконец, свободны. 7. У меня есть пес по имени Димитрий, который каждое утро берет меня на прогулку. 8. Как только я открываю дверь, он выбегает наружу, а я в это время держу его на цепи, на палатке. 9. Он бежит в парк, и я бегу с ним. Он попадает в парк и начинает есть траву. 10. Ученики смеются. Он думает, что он корова. Он ест тонны травы. Смех. 11. Затем он бегает по парку, возвращается домой и его вырывает. Он делает это каждый день. Смех. 11. Я думал об этом. Разве это не происходит с большинством из нас? 12. Мы запутываемся в мире. Мы никогда не учимся. Мы снова, снова, снова и снова проходим через определенные ситуации и определенные обстоятельства. 12. Мы снова и снова повторяем то же самое. Нам говорят, чтобы мы физически не вовлекались в мир, но мы это делаем. 13. Мы проходим через ситуации и обстоятельства, которые причиняют нам боль. Но мы делаем передышку и повторяем все это снова. 14. Некоторые из нас никогда не учатся. 15. Каждую неделю я говорю вам, что мир – это мая. Не принимайте мир всерьез. Делайте то, что вы делаете в мире, но мысленно держитесь в своем сосредоточенном на истинном я, на Боге. 15. Будьте в мире, но не от мира. 16. Но некоторые из вас не служат. Вы позволяете миру показывать вам его фокусы. Делать вас подавленными или делать вас счастливыми. 17. Делать вас больными или делать вас здоровыми. Делать вас богатыми или делать вас бедными. 18. И вы реагируете соответственно. Вы становитесь сердиты, расстроены. Вы повторяете одно и то же, попадаете в те же самые ситуации снова и снова. 18. Когда же вы узнаете, что живете в мире постоянных перемен? 18. Этот мир не имеет ни опоры, ни сущности. Он не имеет начала, ни конца, ни бытия. 19. Мир – это Брахман. Мир без Брахмана, мир без Бога – это ничто. 20. Брахман – это не человек, место или вещь. Брахман – это что-то, что не может быть объяснено. Брахман – ваше истинное Я. 21. Тем не менее, вы не верите в это. Вы верите, что вы хрупкое человеческое существо, которое должно проходить через переживания жизни, подобно листу, несомому ветру. 21. Которое несет в любом направлении, как если бы вы не имели никакого контроля. 22. Тем не менее, вы мастер. Вы один. Только вы и существуете. 22. Однако вы не верите мне. Вы продолжаете верить, что вы – это человек с переживаниями. 23. И до тех пор, пока вы верите в это, эти переживания становятся все сильнее и сильнее и сильнее. 24. Иногда вы замечаете, что не можете вырваться из них, потому что вы позволили миру и его проявлениям полностью контролировать вас, дергать вас за ниточки, так чтобы вы реагировали определенным образом. 25. Когда вы видите нечто, что вы называете хорошим, то становитесь счастливы. 26. Когда вы видите нечто, что вы называете плохим, то становитесь несчастны. 27. Мир стал вашим хозяином. 28. На самом же деле, мир не имеет никакой собственной силы. 29. Силы исходят от вас. 29. Вы единственный, кто говорит «это правильно, а это неправильно. Это хорошо, а это плохо. Это вверх, а это вниз». 30. Вы понимаете, что нет верха и низа. Нет хорошего или плохого. Нет неправильного, ни неправильного. 31. Иногда для меня может быть опасным говорить, что нет правильного или неправильного, хорошего или плохого. 31. Потому что это может означать, выдачи рецензии на любые безумства в этом мире. 31. На то, чтобы создавать проблемы другим. 32. Тем не менее, это та роль, которую вы играете в мире. 33. Мы живем в мире двойственности. 34. Когда в мире полный покой, то придет кто-то и развяжет войну, чтобы уничтожить этот покой. 34. Когда идут войны, и в мире процветает бесчеловечность человека к человеку, 35. То приходит кто-то, кто пытается установить спокойствие. 35. Не бывает гладко в этом мире. Вы никогда не можете иметь полный покой или полный хаос. 36. Кажется, что есть две державы, всегда противостоящие друг другу. 36. Посмотрите на вашу личную жизнь. 37. Какое-то время дела идут хорошо, затем что-то происходит, и кажется, будто из-под ваших ног выдергивают ковер, 37. И тогда вы расстраиваетесь. 38. Какое-то время в вашей жизни происходит нечто ужасное, но что-то снова происходит, и все вновь меняется. 39. И некоторое время все идет достаточно неплохо. 40. И так через всю вашу жизнь. 41. Приходит время, когда у вас наступает отвращение ко всей этой игре. 41. Приходит время, когда вы хотите искать вечное счастье, бесконечное неизмерение. 41. Поиск начинается внутри себя, вы начинаете старательно исследовать, вы начинаете вопрошать себя, и ответы приходят из вас самих. 42. Это не обязательно те ответы, которые вы так долго искали, но ответы все равно приходят. 42. Если вы будете искать глубоко внутри себя, то вас приведут к правильной книге, правильному учителю, правильным обстоятельствам, 43. Вы начинаете раскрываться. Вы начинаете смотреть на тот мир, в котором живете, и впервые видеть его по-другому. 43. Вы видите мир как изображение, проецируемое вашим «я». 44. Мир начинает меньше значить для вас. 45. Вы начинаете отбрасывать многое с того, в чем вы участвовали. 45. Вы отпускаете многие ситуации и обстоятельства, в которые вы были вовлечены. 46. Вы делаете свою жизнь простой. 47. Чем проще становится ваша жизнь, тем счастливее вы начинаете чувствовать себя. 47. Нет более никого, кто может расстроить вас или подергать вас за ниточки, заставить вас чувствовать себя лучше или хуже. 48. Когда вы заходите так далеко, когда вы начинаете искать дальше в самом себе, идти глубже, и вы входите в контакт с «я». 49. Мудрость внутри вас говорит, что все эти годы вы старались изменить внешние обстоятельства, пытаясь удалить определенные аспекты мира из вашей жизни. 49. В то время, как должно было быть удалено именно «я», ибо именно «я» чувствует эти обстоятельства, это «я» заставляет вас делать все то, что вы делаете. 49. Ваша система верований, ваши предвзятые идеи, ваши понятия – это на самом деле «я». 50. То есть все, что они из себя представляют – это «я». 50. Сами они ни на что не пригодны. У них нет никакой собственной силы. 51. Они – это просто «я». 51. Когда вы понимаете это, большой груз снимается с вас, потому что вы пришли к выводу, что нет ничего, что вы должны изменить в мире, так как мир прикреплен к «я», он является частью «я». 52. Поэтому вы начинаете тратить свое время на то, чтобы удалить «я», превзойти «я», уничтожить «я». 53. Вы ищите все мыслимые способы убить «я». 54. Ибо мудрость говорит, что когда уходит «я», то уходит также все остальное. 54. Поэтому вы начинаете искать причину «я». 55. Откуда приходит это «я». 55. Вы ищите его источник. 55. Когда мудрецы прошлого сидели под деревом и размышляли над этой ситуацией, то поняли, что это «я» даже не существует. 55. Но тем не менее, для того, чтобы стать свободными, мы по-прежнему должны попытаться устранить его, потому что мы думаем, что мы – это тело и ум. 55. Поэтому мы должны работать с «я». 55. Были такие люди, которые пробудились и без этого. 55. И те люди стали просветленными, минуя все это. 56. Но большинство людей, большинство мудрецов, ставших реализованными, использовали эту процедуру – процесс удаления «я». 56. И так мудрецы сидели под деревьями, размышляя над вопросом «откуда происходит это «я». 57. Я, который говорит мне, что я человек, я мужчина, я женщина, я болен, я здоров, я счастлив, я грустен». 57. Они размышляли над тем, откуда же пришло это «я». 58. Они пришли к выводу, что центром бытия является сердце. 59. Не физическое, а духовное сердце. 59. Центр Вселенной, то, что мы называем Богом, реальностью, нирваны, садчитанандой – это духовное сердце, расположенное с правой стороны груди. 59. Это ваше истинное «я». 60. Это то, чем вы действительно являетесь. 60. Вы – это духовное сердце. 61. Но чтобы упростить это для нас, мудрецы определили, что духовное сердце – это место на правой стороне груди. 61. В то время, когда вы спите, присутствует только то сердце, которое является истинным «я». 62. Ничего другого не существует. 63. Когда вы находитесь в глубоком сне, тогда нет Вселенной, нет мира, нет никаких других, а есть только сердце, истинный «я». 63. Но когда утром вы пробуждаетесь, тогда то, что мы называем «я» мыслью, начинает покидать сердечный центр и входит в мозг. 64. И вы начинаете осознавать мир, Вселенную и свое тело. 64. До этого вы не осознавали тело, Вселенную и мир. 64. Вы были в глубоком сне, и вообще ничего не существовало. 65. Но когда вы пробуждаетесь, «я» становится активным. 66. За долю секунды оказывается у мозги, и вы говорите «я не сплю». 66. Просто мысль о том, что вы говорите «я проснулся», заставляет мудрого осознать, что «я» бодрствует. 66. Если бы «я» действительно проснулась, оно бы не осознавало свое тело и мир как реальность. 67. Поэтому пробудилась «я». 67. Мы стараемся поймать «я», не позволяя ему идти в мозг. 68. Но это самое сложное, что только может быть, потому что это происходит очень быстро. 69. Поэтому мы идем в другую сторону. 69. Мы стараемся следовать за «я» мыслью обратно к ее источнику. 69. Мы следуем за «я» мыслью назад, туда, откуда она пришла. 69. Это работа, которую мы должны сделать, чтобы пробудиться к истинному «я». 69. Начнем с того, что «я» мысль даже не существует. 69. Тем не менее, до тех пор, пока мы считаем, что мы это тело, не обманывайте себя. 70. Не думайте, что вы это не тело, а затем, считая, что вы это не тело, действуйте, будто вы это не тело. 71. Вы будете знать, когда вы не тело. 71. Вот почему каждый должен практиковать следование за «я» мыслью обратно к источнику. 72. Человек возвращается к источнику. Вы пробуждены. 73. И это то же самое, что стадия глубокого сна. 74. Только вы бодрствуете, а не спите. 74. Это то же самое, как в глубоком сне, только вы в сознании. 75. Вы в сознании в качестве истинного «я», как вездесущность, как бесконечность. 75. Вы можете сделать это, вопрошая «кто я», что является источником «я». 76. И вы позволяете ее мысли вернуться к своему источнику. 75. Вот в чем вся суть сатсанга – возвращение к источнику. 76. Среди нас есть те, кто действительно работают над собой и делают успехи. 77. Есть те из нас, кто абсолютно ничего не делает и имеет проблемы. 78. Это ваша жизнь. 79. Единственный путь когда-либо быть счастливым – это удалить «я» из вашего сознания, из своей жизни и пробудиться к истине. 79. И это очень просто. «Я» мысли – не что иное. И это причина всех ваших проблем. 79. Куда бы вы ни посмотрели, нигде нет ничего плохого. 80. Все, что вы видите – это из-за «я» мысли. 80. Ни одна вещь сама по себе не имеет никакой достоверности. 80. На начальных стадиях, годы, столетия назад, великие мудрецы пришли к мысли добраться до «я» мысли, отвергнув все остальное. 80. Говоря «натяните» или «не это, не это», чтобы вы не видели, чтобы вы не наблюдали, вы понимаете, что это не истина. 80. Это не истина, пока вы не доберетесь до «я» и не устраните его. 80. Но некоторые мудрецы обнаружили, что есть более быстрый способ прямо добраться до «я» и удалить его. 81. Ибо все вещи этого мира присоединены к «я». 81. Поэтому вам нет необходимости идти трудным путем, каждый день говоря «не это, не это». 81. Так вы никогда не завершите этот процесс, ибо есть миллиарды вещей, и вы будете продолжать непрерывно говорить «не это, не это». 81. Это никогда не закончится. 81. Поэтому вы понимаете, что все вещи прикреплены к этому «я». 81. И все, что вам действительно нужно сделать, это работать над «я», чтобы устранить его. 81. И вы будете свободны. 81. Это то, для чего предназначен сатсанг. 81. Для полного устранения «я» мысли. 81. Многие люди спрашивают, каковы наши цели? 81. Какова цель сатсанга? 81. У нас нет никаких задач и не существует цели. 81. Это полная свобода. 81. Не может быть никаких норм и правил на сатсанге. 81. В противном случае это будет не сатсанга. 81. Должна быть полная свобода. 81. Это зависит от вас увидеть ситуацию и стать свободными. 81. Следовательно, вы приходите сюда не для того, чтобы участвовать в политике, менеджменте или в чем-то еще. 81. Вы приходите сюда, чтобы убрать «я» мысль. 81. Все просто. 81. Удалите «я» мысль, и вы будете навсегда свободны. 81. Вы должны бороться только с «я» мыслью и ни с чем другим. 81. На самом деле нет ничего другого, что вам нужно было бы делать. 81. Сколько раз в день вы говорите «я»? 81. Вы говорите это непрерывно. 81. Начните ловить себя. 82. Начните замечать, когда вы говорите «я злюсь». 83. Кто злится? 84. Ваша истинная природа никогда не может сердиться. 84. Я расстроен. 85. Кто расстроен? 85. Реальная природа никогда не может чувствовать себя расстроенной. 85. Я чувствую, что скучаю. 86. Я чувствую то и я чувствую это. 86. Когда вы живете исходя из вашей реальной природы, тогда нет никакой разницы, где вы, с кем вы, что происходит в мире, тогда все хорошо. 86. Покой, который вы ищете, приходит изнутри вас. 87. Счастье, которое вы ищете – это вы. 87. Вы не должны куда-то идти, чтобы найти счастье. 87. Вы не должны идти в какое-то определенное место, чтобы найти покой. 87. Так только кажется. 88. Кажется, будто определенное обстоятельство содержит беспокойство, и вы говорите себе «я должен убраться отсюда, чтобы пребывать в большем покое». 89. Вы уходите прочь и кажетесь более спокойными, но это снова только на некоторое время. 89. Рано или поздно хаос и неразбериха, что внутри вас, вновь овладеют вами. 89. И куда бы вы ни пошли, вы будете чувствовать хаос и беспорядок. 90. Изменение условий не поможет вам. 91. Смена членов семьи вам не поможет. 91. Вы станете совершенно свободны только путем удаления «я». 91. Поэтому я обращаюсь к каждому из вас в отдельности. 92. Что вы каждый день делаете с вашей жизнью? 93. Возволяете ли вы вашим мыслям, вашим эмоциям переполнять вас, контролировать вас, вести вас, заставлять вас думать, будто что-то где-то не так? 94. Ничто и никогда не может случиться с вами. 95. Никакая вещь никогда не может причинить вам вред. 95. Если вы пытаетесь защитить себя или почувствовать себя в безопасности, поставив у себя в доме охранную сигнализацию, то это никак не сможет помочь вам. 95. Все, что кармически предопределено, все равно случится с вами. 96. Ваша работа заключается в том, чтобы все преодолеть, превзойти все. 96. Осознать «я есть, то я есть». 97. Оставить мир в покое. 97. В этом мире не с чем бороться и нечего опасаться. 97. Но большинство из вас не верит в это. 98. Вы думаете, что вы должны что-то менять. 99. Вы верите, что должны делать так, чтобы что-то происходило. 99. Если вы не сделаете так, чтобы что-то происходило, то все пойдет кувырком, все будет неправильно. 99. Кто вам это сказал? 99. Единственное, что сломается – это ваше эго. 99. Тем не менее, некоторые из вас не позволят этому произойти. 99. Вы будете сражаться за свое эго. 99. Вы будете защищать свое эго любой ценой, потому что боитесь отпустить его. 99. Вы не знаете, что находится на другой стороне. 99. Вы думаете, что если вы отпустите, то будете слабаком или трусом. 99. Вы думаете, что у вас отберут все хорошее, что есть у вас. 99. Но это невозможно. 99. Планеты вращаются по своим орбитам. 99. Светит солнце, растут цветы. 99. Все это происходит в полном порядке, без хаоса. 99. Все разворачивается так, как должно. 99. Но приходите вы и хотите что-то изменить. 99. Вы хотите сделать так, чтобы мир, в котором мы живем, был лучше. 99. Тот, кто создал этот мир, знает, как позаботиться о нем. 99. Ему не нужна ваша помощь. Спасибо. 99. Сначала найдите себя, а потом увидите, хотите ли вы изменить мир. 99. Если вы хотите изменить свою жизнь, то сначала найдите себя. 99. Сначала найдите себя, а потом посмотрите, действительно ли чего-то не хватает в вашей жизни. 99. Все начинается с вас. 99. Все начинается с вас. 100. Вы единственный. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok